Маблюдский районный суд вынес приговор 65-летнему северказахстанцу, который стал главным подозреваемым по делу о гибели 49-летней жительницы Жамбылского района. Его судили по двум статьям. Причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов. Суд установил, что 11 июля 2022 года недалеко от станции Баумана выпивший пожилой мужчина выстрелил из спортивно-охотничьего ружья в женщину, которая собирала ягоды. Во время слушаний стало известно, что он принял ее за косулю. Сельчанин свою вину признал. Отдельно судья Мамлюцкого районного суда остановился на выплатах компенсации за моральный вред и взыскание материального ущерба. Гражданский иск о компенсации морального вреда с учетом требований разумности и справедливости, а также характера совершенного преступления и конкретных обстоятельств дела, судом удален частично на сумму 3 миллиона тенге. В части взыскания материального ущерба в размере 2 миллиона 500 тысяч тенге, заявленных гражданским министом СЛО. В этой части суд пришел к выводу, что иск обоснован, однако произвести точный расчет причиненного вреда не представляется возможным вреду отсутствия необходимых документов, подтверждающих размер причиненного ущерба. Вопрос о разрешении размера данного ущерба суд решил передать на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства. После смерти 49-летней сироказахстанки на скамью подсудимых попали два человека. Летом прошлого года по подозрению в совершении уголовного правонарушения именно бездействия по службе был задержан бывший участковый села Озерного Жамбулского района. Еще в июле 2022 года областная прокуратура предварительно установила, что он находился рядом с лицом, совершившим преступление. В этом деле суд еще не поставил точку. С сегодняшним приговором близкие погибшие женщины не согласны. Минум 6 лет надо было или 7 лет, а 3 лет что такое-то. Я считаю, что Лосини не стрелал у него. Альтеев, ну он замешан с этого. А Лосини никогда не умеет стрелять, он в очках будет. Я давно знаю, он у меня работал. Он давно бросил охотничество. Он просто выполнял команду Альтеева. В обвинительном лакте четко и ясно написано, что под управлением Альтеева Хабая был произведен выстрел в мою маму. Даже не нашли ту винтовку, из которого был произведен выстрел. Им надо статью как бы за убийство дать, а не по осторожности. Родные погибшие намерены обжаловать решение суда.